Я вас всех приветствую! Ну, давайте здороваться культурно! Итак, всем доброе утро! Всем хорошего настроения, хорошего учебного дня! Мы с вами уже в новом году, в новом не учебном, а календарном году, поэтому я всех поздравляю с прошедшими праздниками. Надеюсь, у вас получается справиться с заданиями, которые дали наши модераторы. Ну, и я составляла это задание, не скрою, буду ждать ваши ответы. Конечно, задавала такие же задания, которыми мы пользовались на уроках, поэтому будьте внимательны, отвечайте, и вот эти задания, которые уже в итоге, в конце года, они повторяются, и, как правило, я их беру уже из наших занятий. Поэтому, ребята, да, вам тоже спасибо за поздравления. Давайте немножко вспомним и начнём. Сегодня мы узнаем с вами ещё одну интереснейшую тему, почему мы с вами чувствуем и запах ёлки, и запах пандарин и так далее. Мы посмотрим новое для нас явление и будем изучать некоторые особенности. Итак, напомню, что мы на предыдущих уроках много уже рассмотрели разных смесей, занимались и явлениями, и телами, и веществами. И посмотрите, пожалуйста, напоминаю, что смеси делятся на однородные и неоднородные. Мы с вами запомнили, надеюсь, что однородные – это те смеси, которые мы частички не видим, они прозрачные, а неоднородные частицы мы с вами видим, они видны, и смеси, как правило, непрозрачные. Я думаю, у вас много было разных смесей, и на новогодних столах в том числе, и вы можете сказать, что неоднородными являются и смеси, когда готовим салаты, да, а вот если мы с вами варим бульон, то, как правило, смесь тоже неоднородна, потому что видны частички, ну, жировые такие, жирочастички, да. Итак, посмотрите, пожалуйста, напомню, способы, способы разделения неоднородных смесей – это отстаивание. Мы приводили с вами пример масла и вода, растительное масло, да, как правило, для этого берется, отстаивает. Фильтрование – для этого должно быть твердое, в жидком. Например, мы брали песок и вода, глина и вода. Ну, и действие магнита – это смеси с железом. А вот это способы разделения однородных смесей. Их четыре. Выпаривание – говорили мы об этом, когда использовали смесь соли-вода. Кристаллизация – тоже про интереснейший эксперимент говорили, как выращивать кристаллы, да. Дистилляция – разделяются жидкие смеси, как правило, жидкость в жидкости, спирт и вода и другие, растворимые, конечно. И хроматография – интереснейший, но сложный метод, когда тоже растворено жидкое в жидком и разная скорость впитывания. Для этого используются хроматографические полоски специальные. Приводила такой пример – чернилая вода, и мы его разбирали. И последнее, что напомню перед новой темой – это явления. С явлениями мы разбирались физическими, и сегодня нам предстоит об этом вспомнить, и химическими. Надеюсь, вы тоже усвоили и поняли, что явления, при которых изменяется агрегатное состояние – жидкое на твердое, твердое на жидкое и другие, да, у нас три агрегатных состояния. Или меняется форма тела, или меняется местоположение – такие явления называют физическими. Но при этом не изменяется состав и свойства вещества, они сохраняются. Химическими же явлениями называют те, когда меняется состав и свойства. И мы разбирали с вами, когда происходит превращение веществ, горение, другие примеры. Очень-очень много, надеюсь, вы это тоже помните. И почему я напоминала об этом? Не только, чтобы вспомнить наши уроки, но и протянуть такую ниточку к новой теме. Посмотрите, пожалуйста, физическими явлениями мы немножко уже занимались. И сегодня нас ждет еще одно явление, где что-то будет изменяться. Напомню, что явлений физических достаточно много. Они могут быть и в природе, как сейчас на слайде. Это явление затмения, то есть явление передвижения Луны относительно Солнца и Земли, или Земли относительно Луны и Солнца. Бывают лунные, бывают солнечные затмения. Это физическое явление. Радуга – оптическое, физическое явление. Когда у нас рассеиваются сквозь капли, например, капли дождя, рассеиваются солнечные лучи. И таким образом это тоже не изменение самих веществ, но мы видим изменение, преломление света. И вот такие еще два явления. Здесь уже гром, молния тоже тут и физическое, и немного, если мы почувствуем другой запах, то будет химическое явление. А сам гром, звуковые явления – это физические. И еще одно физическое явление мы видим – вот такой смерч, когда вовлекаются частицы и воды, и частицы твердых веществ при потоке воздуха, воздушном потоке. Явлений физических очень много. Я немножко вас погружу в историю, мы тоже нею занимались. И вот на территории современной Италии примерно три тысячи лет назад жили вот такие таинственные древние народы. Посмотрите на картинку, и у нас здесь написано, как они назывались. Это русские. И у них очень интересная не только история их возникновения, но и интересная цивилизация, в которой они жили. И действительно, когда проживали эти народы, очень развивалась культурно и экономически страна. И мы можем посмотреть вот такие вот первые, да, те вот походы этрусков. И мы видим, что, да, конечно, они вынуждены были защищать свою территорию. Появились у них опасные соперники римляне. И длительные войны, видите, закончились только через несколько столетий. Почему мы об этом вспоминаем и про этрусков, и вот про рим? Да дело в том, что от них остались не только многочисленные надписи и письменность, да, вот с таким языком, который на слайде, но и остались предметы быта. Очень красивые. Это не только оружие. Но посмотрите, какое восхищение вызывают ювелирные изделия этрусков. И вот среди них вы сейчас видите такие гранулированные, как гранулы, да, украшения. И вот сейчас в современном мире, когда уже возникла наука, задумывались люди, находя такие раскопки, а как же так этруски создавали такие украшения, и оружие, и украшения, с помощью каких специальных приспособлений, и как же мастерам удавалось создать такие шедевры. И вот здесь нам в помощь тема сегодняшнего урока, и мы будем заниматься диффузией, ее изучением. Может быть, уже такое слово кому-то знакомо. Ну, а если не знакомо, то вас я сейчас и познакомлю. Итак, мы посмотрим уже вглубь немножко, не только вглубь веков, но и в строение веществ, и нас с этим познакомит диффузия. Посмотрите, пожалуйста, наше первое задание. Мы можем отвечать, точнее, в чате, а можем писать и на листочке бумаги. В конце урока мы обязательно это задание проверим и себя оцениваем. Итак, вот такая вам игра. Верите ли вы? Диффузия – это химическое явление. Так ли, на ваш взгляд? Даже если не знаете, попробуйте написать под цифркой 1 «да» или «нет». Или поставьте «плюс» или «минус». Итак, согласны ли вы с тем, что диффузия – это химическое явление? Если «да», то можно поставить «плюс», если «нет», то «минус». Соль, второе такое утверждение, растворится быстрее в холодной воде. Ну, я вам дала здесь подсказку и думаю, что вы в этом не сомневаетесь. Конечно, нет. Проверим потом это в конце урока, почему так происходит, почему соль растворяется медленнее в холодной воде. Итак, вопрос третий. Частицы быстрее двигаются в горячем молоке, чем в холодном. Так ли это? Быстрее ли растворяется, например, сахар или частички самого молока двигаются? Вот подумайте, частицы быстрее двигаются в горячем молоке, чем в холодном. Так ли это? Если так, то ставим «плюс», если нет, то ставим «минус». Это наше третье утверждение. Четвёртое, успевайте, пожалуйста, молекулы, а это частицы воздуха, находятся в непрерывном и беспорядочном движении. Так ли это? Частички воздуха находятся в непрерывном и беспорядочном движении. Если да, то плюс, если нет, то минус. Только отвечайте не плюс-минус, а чтобы у нас всё-таки были ответы на каждый имеющийся вопрос. Пятый. Быстрее явление диффузии происходит в жидкостях, чем в газах. Ну, как вы думаете, на ваш взгляд, в жидкостях или в газах диффузия быстрее? Вот здесь утверждение «быстрее в жидкостях», чем в газах. Если да, то плюс, если нет, то минус. Вижу ваши ответы. И последний наш вопрос. Медленнее всего диффузия происходит в твёрдых телах. Шестой вопрос. Медленнее всего диффузия происходит в твёрдых телах. Если верим, то ставим плюсик. Если не верим в это утверждение, ставим минус. Спасибо, у меня некоторые уже ответили на все вопросы. Я думаю, у вас уже у всех это состоялось. Мы обязательно проверим наши ответы. Ну, а сейчас у нас уже будут сами разгадки данных утверждений. Посмотрите, пожалуйста, Михаил Васильевич Ломоносов действительно говорил. Воспринимать слова на веру – это хорошо, но лучше бы их проверять. Поэтому источниками физических знаний, вот в данном случае, видите, какие физические манипуляции совершают, нагревая, осуществляя литьё. Ну, и говорит Ломоносов, что один опыт я ставлю свыше тысячи мнений, рождённых воображением. Действительно, воображать можно много, представлять можно много. А опыт, проба, опыт, да, покажет и подскажет, правильно ли наше воображение. Давайте попробуем в этом разобраться и проверить. Итак, вот такой интересный гриб. Гриб-чесночник его называют. Обладает запахом чеснока. Из него можно даже готовить разные приправы. И к мясным блюдам, и к другим блюдам. А как вы думаете, а почему этот гриб-чесночник будет передавать различным блюдам, будет передавать запах чеснока? Как же это будет осуществляться? Вот на этот вопрос давайте как раз дадим ответ. А дело в том, что как раз диффузия. Диффузия – это такое явление от латинского «диффузио». Распространение, растекание, рассеивание. И даём определение. Явление, при котором происходит проникновение молекул одного вещества между другим веществом, называется диффузией. Вы, наверное, поняли, слово «молекула» – это частица. Маленькая, значит, вещества состоят из частиц. И в этом можно убедиться. Вот такой опыт подскажет и поможет. Вот здесь как раз схема диффузии. В один стакан поставили перегородку. Но она проникаема. То есть из одной части стаканчика в другую могут частички перемещаться. Частицы были окрашены. Ну и, соответственно, через некоторое время, видите, в начале этих частиц было мало, они проникали, но медленно. А через некоторое время, медленно проникая, они заполнили практически одновременно, одинаково. То есть и слева, и справа у нас практически одинаковое количество стало частей. Но другой пример приведу, наверное, он будет более для вас такой наглядный. Когда-то посещая зоопарк, мы встретили енотов. И вот еноты есть особый вид такой. Енот полоску. Вы, наверное, заметили, прежде чем что-то проделывать и употреблять в пищу, енот обычно в воде полощет то, что он будет уже употреблять. И вот мои ребята принесли некоторый кусочек сахара. Ну и как вы думаете, что же произошло? То есть они угостили енота этим сахаром. Но каково было их изумление, что прежде чем этот сахар попробовать и прежде чем его скушать, енот, естественно, взял сахар в лапку и полоскал его в воде, в обычной воде, которая у него рядом есть. Ну и, естественно, этот кусочек сахара, как вы понимаете, растворился. Мы сначала были очень удивлены. Ну как же так? Он не попробовал. Но водичка-то стала сладкая. И поэтому сам сахар перешел в раствор. Это тоже переход частиц сахара. Так было доказано, что вещества состоят из частиц. Переход с сахаром в раствор. Но при этом сахар просто перейдя, растворился, и частицы его сохранились. Это не появилось другое вещество. А вот теперь мы подумаем, ребят, да. Диффузия. Какое же это явление? Физическое или химическое? Мы с вами учились уже разделять эти явления. Да, подумайте, какое явление произошло и с кусочком сахара. И вот сейчас на картинке. И может быть, как раз вы на этот вопрос ответите. Ну а я пока рассказываю дальше. Ученый Брон, Роберт Брон, увидел, что беспорядочное движение частиц как раз происходит, когда в микроскоп поместили пыльцу. Ну пыльцу от любого цветочного растения. Размешали с водой. И что увидел данный ученый? Что частички пыльцы, а вот она такая большая частица, распространялись хаотично. То есть они распространялись беспорядочно. Он увидел, что двигаются темные точки среди частиц воды. И обнаружил, что любые мелкие частицы находятся в постоянном беспорядочном движении. Это явление движения частичек в жидкости или газе называют Броновским движением. Честь этого ученого. И это тоже доказательство движения частиц веществ. Броновское движение. Запомните, пожалуйста, вот такое движение открыл Брон. И мы теперь понимаем, что частицы движутся хаотически, непрерывно. Итак, само явление диффузия наблюдается в газах. И вот такой пример среди воздуха. Как раз таки мы говорили сегодня про мандарины. А здесь вот духи распространяются в воздухе и наносятся на кожу тоже. Благодаря явлению диффузии. Диффузия может наблюдаться в жидкостях. Вот такой пример растворения марганцовки в воде. Диффузия может наблюдаться и в твердых телах. Постепенно частички проникают сквозь сталь даже. Очень-очень долго, очень постепенно это происходит. Ну и соответственно, да, мы видим, что уже частично растворяется и в твердых телах. И посмотрите, пожалуйста, причины закономерности диффузии. Рассмотрим ее пока для газов. Газы имеют такие большие расстояния между частицами. И распространение запахов возможно благодаря движению вот этих частиц газов. Да, оно беспорядочно, оно непрерывно, они сталкиваются и обратно расходятся. И как мы это можем наблюдать? В духе у нас был один пример. Дезодорант меняет направление своего движения. И тоже мы видим, что в какой-то период он разлетается по всей комнате. И запах не только на теле, но и вокруг. Но происходит это недолго, потому что частицы воздуха перемещаются тоже. И соответственно, запах уже ослабевает. Посмотрите, пожалуйста, причины диффузии. Частицы или молекулы вещества находятся в непрерывном беспорядочном движении. Вы, наверное, запомнили, такое движение называется броновское движение. Вот таковы причины. Вот они все примеры, которые могут свидетельствовать, то есть подтверждать о том, что диффузия в газах, но она достаточно быстро происходит. Расстояния между молекулами газов большие. И мы почувствуем запах лепестков жеснина, лепестков роз, запах вот ланданного дерева, мира, мира помазания осуществляют в храмах. То есть вот этот запах мы с вами чувствуем. И еще одна диффузия в газах, видите, кофе, какао, чай тоже имеют запахи. И быстро распространяются ароматы этих напитков, как раз это объясняется диффузией. То есть частички кофе, частички чая, какао распространяются между частицами воздуха. Посмотрите, пожалуйста, отрицательное влияние диффузии. Вот там было приятно. То есть да, это здорово, когда мы чувствуем приятный запах, когда мы с вами ощущаем не только ароматы, но еще мы потом скажем вкусы тоже. Мы видим, что диффузия отрицательно наблюдается там, где, видите, идет распространение различных загрязнителей. Загрязнители, так же, как и другие частицы, они проникают в воздух. Ну и, соответственно, мы с вами ощущаем и запах, и видим распространение дыма между молекулами воздуха. Поэтому нужно об этом тоже помнить, что диффузия, она существует везде. И, соответственно, да, вот эти частицы могут распространяться как хорошие, то есть те, которые мы ощущаем приятные и не вызывающие отравления, но и плохие. Поэтому вот такой наш эксперимент. Мы наблюдали растворение дыма от костра в воздухе. Ну и в данном случае сжигали в тигельных щипцах, напоминая про приборы, про технику безопасности. Конечно, да, бумагу надо сжигать тоже в безопасном месте, чтобы не было пожара и возгорания. Но когда в тигельных щипцах вся бумага прогорела, мы видим вот такой копоть, дым и чувствуем запах горения. Рассмотрим в жидкостях, бывает ли диффузия в жидкостях. Ну, посмотрите, пожалуйста, примеры диффузии уже немножко звучали, там только был запах. А здесь идет диффузия заварного чая, в данном случае зеленый чай, среди молекул или частичек воды. Итак, частички черного, зеленого чая или через пакетик проходят, да, или через соответствующий заварной чайник, из которого мы наливаем, частички заварки проходят между частицами воды. И мы видим, что цвет чая будет зависеть еще и от способа обработки листьев. Зеленый или черный, как обрабатывали чай, так мы уже, соответственно, потом употребляем. Заварка тоже основана на диффузии, и мы видим молекулы воды и красящие вещества растений. Проникновение красящих веществ сквозь промежутки молекул воды. Посмотрите, пожалуйста, к вам вопросы. Какое явление будем наблюдать, если положить в два стаканчика, как сейчас, прям у нас, да, чашечки были, два стакана с холодной и горячей водой пакетики с чаем. Запомните, что у нас бывает холодная, горячая вода, ну и, соответственно, будет отличие какое-то. Вот какое явление мы будем наблюдать, а потом уже посмотрим, где быстрее. Итак, какое же явление мы будем наблюдать, если положить в холодную горячую воду пакетик с чаем. Ну, думаю, вы напечатаете это явление, мы с ним уже знакомимся, и, наверное, не составит труда написать и распознать это явление, да? Ну, и, соответственно, второй вопрос. В каком из этих стаканчиков вода окрасится быстрее? В стаканчике с холодной водой или в стаканчике с горячей водой? Вот такой вопрос. Подсказка даже есть в третьем вопросе. Я думаю, что вы отвечаете. Вижу. Так, Елена не записала, но понятно. Угу, Тимур. Так. Конечно, Арина, Тимур, Елена. Да, конечно, и Виктория, да. Вы правы, в горячей воде будет быстрее окрашиваться. И вы поняли, наверное, ответ на первый вопрос. Явление, которое мы наблюдаем, если мы положим заварку в холодную и горячую воду, называется диффузией. И диффузия как-то быстрее оказывается, да? Вот как раз-таки третий вопрос. Почему быстрее окрасилась горячая вода? Почему на окрашивание в холодной воде или на окрашивание холодной воды требуется больше времени? Почему, София, это логично? А почему же так действительно? Почему в одном случае, если у нас вода горячая, диффузия будет ускоряться, быстрее пойдёт проникновение. А если вода холодная, то будет, наоборот, замедляться. Как вы думаете, причина-то в чём? Почему же так у нас происходит? И кофе, и сахар, и заварной чай, и другие, может быть, да, напитки, быстрее происходит окрашивание горячей, нежели холодной воды. В чём же причина? Кто-то, может быть, догадается, какова причина быстрой скорости. Да, Арина, горячей быстрее. А почему? Почему? Ну, я думаю, ребят, вы пока продумывайте. Так, логично-то логично. Так, Тимур, вижу, температура. А что же она делает, эта температура? Что же происходит при нагревании, Тимур? Что же происходит там? Что с нашими частичками? Почему у нас диффузия быстрее? Так, согласна, а лучше сказать уже не смешивание, да, а лучше сказать, диффузия ускоряет движение молекул температуры. Игорь, молодец. Конечно, мы говорим, что быстрее начинают двигаться молекулы, быстрее движутся частички, если их нагревают. Вспомните, ребят, тоже, если у кого-то поднималась температура тела, то вы тоже ощущаете, что у нас быстрее совершаются разные процессы. Сердце начинает стучать быстрее, дыхание становится чаще и так далее. Температура ускоряет движение частичек. И посмотрите, пожалуйста, вот наш эксперимент. Мы засекли время и, соответственно, да, в один стакан с холодной водой опустили заварной пакетик. Точно такой же заварной пакетик поместили в другой стакан, но уже с горячей водой. Ну и мы видим, что через некоторое время, здесь, да, достаточно такой большой период времени показан, ну почти полчаса, чуть поменьше, да, даже больше тут на часах. И мы через некоторое время увидим окрашивание. Но интенсивнее и быстрее окраска пойдет там, где горячая вода. Ускоряется процесс диффузии с повышением температуры. А с понижением происходит, наоборот, замедление процесса диффузии. Ну и посмотрите, еще один вывод. Диффузия происходит в жидкостях медленнее, чем в газах. Тоже интересный вывод, тоже надо подумать, почему. Итак, мы сделали два интересных вывода. И посмотрите, пожалуйста, теперь, да, частицы жидкости, они гораздо плотнее, чем в предыдущей слайде частицы газов. Поэтому молекулы по-прежнему двигаются беспорядочно, перемешиваются. Броновское движение наблюдается не только в газах, но и в жидкостях. Движение молекул является основой причины диффузии, а скорость зависит от температуры. И еще от агрегатного состояния веществ. Промежутки в жидкостях меньше между частичками, чем в газах. Поэтому газ распространяется быстрее и, соответственно, тоже, да, движение в нем более быстрое. А теперь посмотрите на твердые тела. Твердые, они потому и твердые, что, видите, маленькие промежутки, совсем маленькие между частичками. Ну, размеры молекул, да, могут быть и большие, и маленькие. А вот проникнуть внутрь достаточно сложно. Поэтому диффузия в твердых телах происходит очень медленно. Гораздо дольше потребуется времени, чтобы в твердом теле произошло тоже, да, перемещение частиц, перемещение молекул. Ну, и давайте посмотрим примеры. Вот наше с вами изделие, с которого мы начинали сегодняшний урок. Ну, и давайте теперь попробуем объяснить, как же удавалось таким древним этрусским мастерам соединить медь, которая такого красивого желто-оранжевого цвета, соединить медь в золоте. Золото, да, и медь, они достаточно хорошо могут соединяться. Но посмотрите, пожалуйста, какими способами воспользовались эти мастера. Золотые шарики особым способом приклеивали к папирусу. Тонкая-тонкая бумага, которую затем накладывали на медную основу и постепенно нагревали. И вот при такой температуре, достаточно высокой, 890 градусов, шарики припаивались. В этом и заключался секрет припаивания золота к меди, иначе бы шарики рассыпались. Вот видите, таким способом как раз пользовались еще этрусские мастера. Способ они, может быть, еще не знали, что назовут диффузией, да, но тем не менее твердые частички тоже соединялись. Ну и, соответственно, происходило это не быстро, и видите, при каких высоких температурах. Диффузия в твердых телах происходит достаточно долго. Разгадали мы такую загадку. И проверьте, пожалуйста, свои утверждения. Итак, посмотрите, диффузия – это химическое явление? Я думаю, вы должны исправить, кто писал, что да, диффузия – это физическое явление. Там вещества не меняют своих свойств. Золото, как было золотом, так и остается. Медь, как была медью, так и остается. Единственное, что они, проникая друг в друга, при высоких температурах образуют смеси. Итак, запомните, диффузия – это физическое явление проникновения молекул, частиц. Так, соль растворится быстрее. Соль растворится, что сделает? Тут, кстати, ошибка орфографическая я нашла. Соль растворится, да, что сделает. Поэтому, мягкий знал, здесь еще и лишний, его надо будет убрать. Итак, соль растворится быстрее в холодной воде? Нет, конечно, нет. Частицы двигаются быстрее в горячем молоке, чем в холодном. Мы с вами в этом убедились на чае, конечно, да. Молекулы воздуха находятся в непрерывном беспорядочном движении. Броновское движение и в жидкостях и в газах – да. Быстрее диффузия происходит в жидкостях, чем в газах? Нет. Диффузия в газах быстрее, чем в жидкостях. И медленнее всего диффузия происходит в твердых телах. Да, проверьте, пожалуйста, у кого одна ошибка, уже, да, можно поставить себе и четверочку. А у кого ошибок нет – молодцы. Но я скажу так. У нас новая тема, и вы имеете право на ошибку. А вот уже в самостоятельных или контрольных работах, вот там нужно быть, конечно, внимательными. И понимать, что мы это изучили. И двигаемся дальше. Делаем наши с вами выводы. Запомните, диффузия протекает и в газах, и в жидкостях, и в твердых телах, но с разной скоростью. Мы поняли, что самый быстрый процесс диффузии в газах, затем по скорости в жидкостях. Поэтому, кстати, химики часто используют жидкости для различных опытов. И самая дольше, да, или, так сказать, самая медленная скорость уже в твердых телах. Второй вывод. Происходя наиболее быстро, происходит, да, диффузия наиболее быстро в газах, медленнее в жидкостях и самое медленное в твердых телах. Мы еще скажем, что на это может повлиять температура. Поэтому третий вывод. Диффузия происходит быстрее с увеличением температуры. И наоборот, медленнее, если мы будем понижать температуру. Поэтому мы можем иногда и сами повлиять на процесс диффузии. Ну и еще одно у меня задание. Посмотрите, пожалуйста, и выберите правильное утверждение. Вопрос первый. Читаю. Какое из приведенных ниже утверждений верно? А. Только газы состоят из молекул. Б. Только жидкости состоят из молекул. В. Все тела состоят из молекул. Вот первый. Вы ответите А, Б или В. Здесь одно правильное утверждение. Итак, попробуйте теперь, да, ответить на данные вопросы. Ну и, соответственно, я уже, да, могу зачитывать. Итак, вижу ваши первые ответы. Ну, молодцы, почти все отвечают. А дальше посмотрим, правильно или нет. И второй вопрос. В каких телах диффузия при одинаковых температурах, будьте внимательны, при одинаковых температурах, в каких телах диффузия пойдет быстрее? А. В газах. Б. В жидкостях. В. В твердых телах. Итак, где будет быстрее происходить диффузия? В газах, в жидкостях или в твердых телах? Да, Алексей, обязательно спросишь. Итак, на второй вопрос, да, отвечаем. Вижу, большинство пишет под пункт А. Так, третий вопрос. Что доказывает процесс диффузии? Что он докажет? А. Что молекулы взаимодействуют между собой. В. Что молекулы состоят из атомов, еще более мелких частиц, и В. Что молекулы непрерывно и беспорядочно движутся. Выберите, пожалуйста, правильный ответ. Итак, молекулы взаимодействуют. Молекулы состоят из атомов и непрерывно движутся. Ну, почти все отвечают пункт В. И последний, четвертый вопрос. Как зависит скорость диффузии, да, скорость протекания диффузии от температуры? А. Не зависит. В. Чем ниже температура вещества, тем меньше скорость. И В. Чем выше температура вещества, тем меньше скорость. Ну, и здесь я вижу, преимущественно вы уже выбираете правильный ответ. Ну, давайте теперь, ребята, себя оценим и поймем, что, конечно, в первом подпункте верно было В. Значит, 1 – это В. Все тела состоят из молекул. И жидкие, и твердые, и газообразные. Ну, бывает иногда атомарное строение, но это уже исключение. А так все тела состоят из мельчайших частиц, маленьких, поэтому назвали молекулы. Второе. Диффузия при одинаковых температурах быстрее происходит, конечно, в газах. Подпункт А. 2 – это А. Третье. Что доказывает процесс диффузии? А он доказывает броновским движением, да, что все молекулы непрерывно и беспорядочно движутся. И третьим был правильно подпункт В. И четвертое. Как скорость диффузии зависит от температуры? Чем ниже температура вещества, тем меньше скорость. Значит, в четвертом правильный ответ был пункт В. Проверили свои ответы. Молодцы, кто уже правильно, да, ответил и поставил, она ждет применения. Молодцы, Евелина, кто правильно, да, ответил. Итак, применения у диффузии очень много. Посмотрите, пожалуйста, на слайде. Диффузия в растительном и животном мире. Мы можем ощущать запах вот таких вот, да, выделяющий запах клопов, можно, да, такой неприятный запах достаточно. Но, тем не менее, они так отпугивают от других насекомых. Соответственно, да, мы можем увидеть у божьей коровки некоторую ядовитую жидкость, когда она оставляет. Она тоже имеет небольшой запах. Ну, редко когда, да, такое происходит, когда божья коровка оставляет за собой желтую такую жидкость. Но, тем не менее, мы понимаем, что лучше, конечно, руки мыть и помним правила безопасности. Отпугивает своих обидчиков скунс, выделяя запахи. Осьминог выпускает чернильное пятно, чтобы спрятаться от неприятеля. Поэтому, видите, иногда для нас неприятные эффекты диффузии, но для живого существа они, наоборот, не способом защиты, способом обороны. Поэтому в данном случае, видите, вот такой пример диффузии в растительном и животном мире как раз свидетельствует о том, что в данном случае, конечно же, животные защищаются с помощью выделения запахов или черниль. Пожалуйста, еще примеры диффузии. Простейшей формой дыхания обладает медуза и обладает червя. Вообще не имеет органов дыхания, но растворенный в воде кислород впитывается через их кожу. А растворенный углекислый газ выводится наружу, тем же путем через кожу. Поэтому, видите, процесс дыхания, когда мы вдыхаем и выдыхаем воздух, тоже может как раз относиться к физическому процессу диффузии. А уже вот окисление процесса там уже будет химическим. И посмотрите примеры для человека. Благодаря диффузии, вот то, о чем я сейчас говорила, кислород из легких проникает в кровь, а из крови в ткани. Поэтому так важно иметь хороший гемоглобин, который как раз переносит кислород. Переносит кислород к органам и тканям. Вот такие процессы диффузии. На производстве, посмотрите, пожалуйста, здесь почти как этруски, сварка металлов осуществляется. На основе явления диффузии, сварку металлов можно как раз увидеть специальным сварочным аппаратом. Разогревают, нагревают примерно до 800 градусов Цельсия. Ну и вот такой припой осуществляет различных деталей. При этом мы видим, что сами вещества сохраняются, а припой осуществляет как раз вот такое, да, как скажем, приклеивание. То есть, видите, иногда даже получается, что мы видим, что при припое у нас цвет меняется. Вот если идет изменение цвета типа ржавления, да, то здесь уже участвует и химический процесс. А если идет просто диффузия проникновения молекул, то, как правило, цвет не изменяется. Ну и мы видим, что иногда применяется такой специальный процесс покрытия, применяется и для защиты. Защита, например, от изглоса от коррозии. Итак, на производстве мы посмотрели. Ну и как раз в быту. Смотрите, пожалуйста, да, если бы не было процесса диффузии, мы бы не видели и не могли бы попробовать такие вот приятные для нас, наверное, сюрпризы. Это соление огурцов, соленые огурчики. Это, конечно, да, различные сладости, которые тоже, благодаря проникновению молекул сахара между частицами теста, между различными другими частичками, да, мы как раз видим, что проникновение этих молекул помогает нам почувствовать вкус. Еще один пример в быту – приготовление компотов, приготовление варенья, когда частицы сахара проникают и в фрукты, и в другие различные продукты. Ну и тем самым мы ощущаем это с вами. В наш эксперимент взяли мы частицы марганцовки, с ней надо быть очень аккуратно, соблюдая все правила по технике безопасности. Ну и, соответственно, опустили частицы марганцовки в воду. Через какой-то период мы видим процесс диффузии, когда идет распределение или проникновение частиц марганцовки сквозь воду. Усилить это можно перемешиванием, в данном случае ложечкой перемешали, да, можно взять стеклянную палочку перемешать, ну и, соответственно, мы уже увидим, как частицы распределяются. И посмотрите уже, да, подходя к концу, мы тоже говорим, что диффузия бывает и вот такого качества, как мы называли, вредной диффузией. Она играет роль и в загрязнении. Мы видим загрязнение воздуха и рек и морей и океанов, и об этом мы должны помнить. Растут дома, гудят автомобили, фабричный дым тусит на всех кустах, аэропланы крылья распилили в облаках, да. И мы видим, что действительно вот те стихи, которые здесь, они свидетельствуют о том, что бывает и такой отрицательный запах, когда сирень бензином пахнет. То есть действительно, когда у нас настолько загрязнен атмосферный воздух, что запах сирени гораздо слабее, чем запах бензина. Но не хотелось бы допускать этого, да, и соответственно мы с вами понимаем, что здесь уже срабатывают и правила, и правила уже не только относящиеся к технике безопасности, но и к отчистке. Отчистительные сооружения обязательно необходимо строить и планировать, прежде чем строить уже сами заводы и такие объекты. Еще приведу в пример пословицы, которые тоже касаются диффузии. Ложка дегтя в бочке меда. Есть такая пословица, и вы, наверное, понимаете, что она отражает. Мед, конечно, сладкий, а дегтя неприятный на вкус. И вот когда одну ложку в целую бочку, тут тоже распространяется и запах, и вкус. Нарезанный лук пахнет и жжет глаза сильнее. А тот, который у нас не нарезан, а находится в кожуре, конечно же, не осуществляет такого эффекта. На мешке с солью и веревка соленая. Понятно, наверное, почему проникают частицы даже сквозь, вернее, внутрь нитей, из которых сделана веревка. Овощной лавке вывеска не нужна. Ну, действительно, чувствуется запах, видно на цвет, и, соответственно, овощи, которые мы видим, приятные. Мы понимаем, что и вывеска не нужна, будем покупать. И капля яда ведро молока портит. Вот такие вот пословицы как раз свидетельствуют о процессе диффузии. Ну, а мы с вами ответим на вопрос, который немножко уже сейчас касалось. Все знают, как полезен репчатый лук, но при его разрезании мы проливаем слезы. И вот такой вопрос объясните, почему. В кожуре он не осуществляет такое действие, ну, а если нарезать, то осуществляет. Мы с вами, конечно же, додумаемся, наверное, до того, что процесс диффузии частиц и молекул лука переносится сквозь воздух, и мы проливаем слезы от того вещества, который содержит репчатый лук. И слезы-то вызывает кислота, которая переносится и попадает на слизистую оболочку глаз. Поэтому, ребята, я как раз хотела вам дать в заключение работу разных уровней. В каком рассоле, горячем или холодном, быстрее засолятся огурцы? Наверное, вы на этот вопрос ответите легко, поэтому такой средний уровень. Почему ткань, окрашенную недоброкачественной краской, нельзя в мокром состоянии держать соприкосновение со светлым бельем? В этом вы, наверное, убеждались, когда стирали. Такой достаточный уровень. Почему дым от костра, поднимаясь вверх, быстро перестает быть видимым, даже в безветренную погоду? Будут ли распространяться запахи в герметично закрытом подвальном помещении, где совершенно нет сквозняков? И высокий уровень. Открытый сосуд с эфиром уравновесили на весах и оставили в покое. Через некоторое время равновесие весов нарушилось. Почему? Какое значение имеет диффузия для процессов дыхания человека и животных? Ну, вот такие вот работы вы можете проделать. Ну, а про контрольные, которые вы задавали, я думаю, уже вы получили ответ. На этом я с вами прощаюсь сегодня. Спасибо вам тоже за внимание. Я надеюсь, что, соответственно, да, вы сможете ответить на наши вопросы. Ну, и буду ждать с вами встречи. Хорошего вам дня!